так приветствую на моем канале дорогие друзья сейчас мы посмотрим отличный отличнейший отличнейший билд на бандита уровня 50 плюс игра у нас patch of exile смотрим губитель сердец я взял оба кинжала что они нам дают повышение глобального шанса критического удара увеличение урона от шар как настоящий маг будем это хорошо понятно по камням у нас бесплотные ножи то что у нас было раньше я вернул это камень умений в наш билд потом я меньше я эхо магии потому что он дает 2 срабатывания мы нажимаем один раз срабатываться повторно саду больше сотворение умений потом я поставил ауру отчаяния которая стоит у меня через богохульство которое делает из нее ауру соответственно ходим просто враги все проклинаются и получать дополнительный урон еще и за уровня стоит спешка потому что она дает скорость бега и сотворение чар это не обязательно скажем она съедает удела удерживано количество маны но не всегда дает скажем такой очевидный эффект но и самое главное то есть никого не как у нас раньше был чтобы все это красиво запитать иметь три ауру нужно иметь влияние викторио либо очень прокачивать ветку на удержание маны что нам дает размещение камня усиления щедростью размещенные камни имеют 30 процентов уменьшено количество удержанной маны увеличенное уклонение энергетического счета 25 увеличение области действия у меня усиление эффекта армии проклятых вот вашей умеи все равно нам чуть-чуть усилило то чуть-чуть усилило все в общем то нужно ролить количество дырок и стараться все ауры максимально запихнуть во влияние викторио а все на что нам дает она дает нам уклонение дает энергощит что в общем то дает мне 569 энергощита также нам дают наши губители сердец энергощит также можно на ролик ботинках энергощит можно на роли сопротивление здоровье вот так вот у нас пасть постепенно у нас идет в кольцах у нас идет сопротивление на станке еще сделано здоровья подымая увеличенный урон хаосом дает увеличены урона чар дает сопротивление молния дает к сИЛ интеллекту интеллект это у нас mana реген маны силы это у нас hp и вот так вот в поясе у нас смотрим сопротивление холода броня максимальная здоровья глобальный физический урон вот такой вот билд и скажем, что нам этот билд обошелся, что он стоит и, в общем-то, что мне уже удалось по началу лиги, по началу нового аккаунта, так сказать. Есть у меня 10 хаосов, есть у меня сферы вал, я еще несколько израсходовал. Есть злата кузнецы, их можно поменять на хаосы. Есть цветные сферы, переменки есть, есть какой-то шмот, который можно продать. И вот так постепенно, постепенно, играя по несколько часиков, раскаяния есть, играя по соединению, играя по несколько часиков в день, можно вот себе забивать подчуть инвентарь, вот эти куски, жертвуясь на закате, их можно собрать из них, фрагмент продать тоже. Алхимки, у меня вот этот шмот, много которого я отсюда покупал, а вон куплен зал, химки, зал химки, хаосы, например, сферу царей я вообще не тратил. Вот есть сфера сплетения, все это можно по чуть-чуть, чуть-чуть продавать, и в общем-то, тот же деталь и доспеха, оружие, стекло, стекольная масса, это все можно флакончики себе прокачивать, играя по несколько часиков в день, вот вы можете дойти там до седьмого акта, и при этом все лучше на седьмом акте, смотрим, видимо на седьмом акте, и вот локация 52, но вы можете взять 55, 57, вам даст это возможность прокачать чуть-чуть камни, выбрать себе пару навыков, и более комфортно зачистить весь этот седьмой акт. Плюс, если вы идете в склеп, и идете в обители грехов второго уровня, вы можете делать побочки, получать за них, получать за них очки сброса умений, получать за них пассивные навыки, плюс получать какой-то шмот, плюс, когда вы лазите по всем этим локациям, вы можете проходить этапы, которые нам потребуются для выполнения восхождения. Я не рекомендую, вот так, прямо такая гонка, гонка, прям уровень, уровень, прям туда на 52 уровне туда идти. Вы можете лазить по каким-то побочным локациям, делать там какие-то побочки, находить какой-то шмот. Вот эти сферы хаоса, которые вам показывали, они падали с обычных мобов, с обычных сундуков. Грубо говоря, если вы будете на перед локациях 55 уровня, там будете 60 уровнем, ничего страшного, с этого не будет. Хуже будет, когда в 80 уровнем будете бегать по этому локациям. Попутно пытаясь там что-то сделать. И вот смотрите, что еще важное дополнение у нас стоит. У меня стоит кольцо клинков, бирюзовый самоцвет. Я его добавлю в описание, он дает увеличение глобальной осединички урона, и дает он нам бесплотные ножи, вылетают кольцом. Как видим, сбоку, сзади, сверху, снизу он дается за поручение, грубо говоря, вложение в эти билд, буквально там на 60 уровне, вложение один хаос, пара архима, все абсолютно пол, ну, бесплатный билд. Как видим, здесь вылетают мобы у нас обычные белые, также если попадаются синие, какие-то желтые, плюс опять же за счет того, что есть слабость, богохульство у нас это остановит савра, мы можем ходить и просто накидывать им вот проклятие, и все, видите, это долго формится, потому что он все-таки желтый, у него щиты есть, но он очень неплохо дохнет, видите, я уже ничего не бью за счет того, что бьет голем, за счет того, что бьет скорпион, за счет того, что я накладываю сильное отравление ядом. Я могу в один раз ударил, и они там сами себе доходят. Минус этого билда, естественно, есть. Вы уже, думаю, поняли. Он очень хорошо ауэшит, все-таки средние, слабые враги, они улетают быстро, но на очень таких, скажем, жестких боссов, таких финальные, которые в финале каждого акта, они очень туго идут. В некоторых случаях я даже по старинке беру лук и просто так стрейфясь от боссов. Можно закидывать за экран. Вот, в принципе, что я еще скажу. Лук с вестником тоже сочетается. Видео, как я делаю. Я просто кидаю за экран, там вся область отравляется, и, скажем, риск получить по голове значительно снижается. Я уже вообще ничего не бью, они тупо от ядов погибают. Очень, как по мне, бюджетный, такой приятный билд. Всем спасибо, всем пока. Подписываемся на канал.